Слон Е6. Можно висрать Кунь Д5 и попытаться форсировать выгодные для себя изменения. Давайте попробуем. Ладья Е8. Да, Ф3 сразу не побеждала по причине Ф3, а вот Ладья Е8 думаю сгодится с этой целью. Кунь Е3, пытаюсь бороться до конца, хотя понятно, что конец там очень близок. Кунь С3. Наверное, возьму сыграю Кунь С2, Кунь Д4, не пуская коня на Б5. То есть пешка С7 сохраняется, но позиция тут подавляющая у черных, конечно. То есть, наверное, одну партию в этом сеансе мне все-таки удастся выиграть. Это уже можно считать некоторым достижением. Кунь С3, Кунь Д6, Кунь С3. Мой план был в том, чтобы сыграть слон Е3. Есть еще ход Ф3 на Кунь Д6, слон С3. Тоже неплохо смотрится. С3, Кунь Д6, слон С3, Кунь Ф5, да? У Д5 там Ладья Д8 есть в конце. Хорошо, сыграю туда Ф3. Тут Х5. Белые идут вперед. Довольно неприятно. Я возьму, сыграю Ладья Д3 с идеей Кунь С4. Не знаю, что будет на С2, правда, в ответ может быть Ладья Д2. Там мне начнут пешку забирать с шахом. Наверное, в идеале бы как-то короля подвести, но там Белых Кунь на Е3 может при случае включиться в игру с шахом. В общем, тут еще надо теперь, наверное, черными бороться за уравнение. Наверное, пока рано говорить о том, чтобы за спасение, но точно за уравнение. Тут, судя по всему, на глазок шансы красного уравнения повысить. Ладья Е3 мощный завершающий удар. На Ф3 последует Ф1. Здесь точно пора сдаться. Очень хорошая партия со стороны моего соперника. ДиАш 5. Здесь оставаться все-таки рановато. Шансы еще есть. Здесь еще будем. Какой-то ход Кунь Е2, может быть? Слон отойдет. Кунь Е4. Ладья Д3. Или вот ЛД3 сразу. Надо выбрать. Это 3 ладь, h8, к7 ладь, h7 h8, к7, к2 ладь, d2 ладь, h7 c4 ладь, h1 Да, в общем, хорошо, я сыграю может быть, повеселей, повеселей, сыграл Здесь конь f6, можно отыграть материалы, сделать ничью на атаку и поступлю Я d8 Где-то мне предложили предложили ничью К сожалению, не в этой партии, в этой бы я с радостью согласился Как здесь конкретно отстояться Так, ладь, c4, ничего хорошего, наверное, там нет, пусть я опять Так, сыграл, где-то 1, время падает Лада 2, успел как-то ответить Лада 5, к2, к4 Ну, судя по всему, в какой-то из партий все-таки время было просрочено Или нет Понятно, так, где-то был, где-то последовал ход Здесь Кроль f7, да, тут на самом деле до полного уравнения еще далековато Тоже попытаюсь Повести короля в центр Кроль g1 Заберу на b3 Да, две лишние пешки, конечно, тут позиция техническая абсолютно Но, в крайнем случае, эта партия может стать таким отвлекающим маневром, который Не позволит мне сориентироваться, может быть, в других партиях Или же я забуду, забуду вот как раз про эту позицию, ураню вне флаг То есть сдаваться моему оппоненту явно рано Потихоньку разрыв по времени сокращается, но, к сожалению, слишком поздно Так, где-то последовал ход Я упустил этот момент А, вот здесь Ну хорошо, здесь позиция такая ничейная абсолютно Чек Дро Предложу ничью Верну коня на d4 Ну, потихоньку надо будет надвигать пешки ферзевого фланга Думаю, что большую проблему это не составит Хотя, конечно, с моей реализацией перерезов все возможно Может быть, сначала короля надо подвести в центр И c8, да, тут черный все-таки претендует на победу Пытаюсь сыграть, может быть, конь e1 Там е4 неприятный ход Наверное, пока не работает То есть сыграю конь е1 Там b3 Ну и теперь я ходил d3, потому что я создаю 9 конь c4 Здесь, на самом деле, интересная позиция Я был бы рад в ней подумать подольше, но Возможности, к сожалению, такой нет Сюда ладья d2 37 секунд После слона b3 я чуть-чуть подумаю Если слон b3 последует, я чуть-чуть подумаю, стоит ли мне соглашаться на ничью Ладья d2 b5 Или король f7 Ну, король f7, наверное, проще Потому что в крайней войне, что мой соперник не может себе позволить перейти Сыграю король f7 Ну, конечно, белый король тоже перейдет рубикон Под рубиконом, понимая, не еф, но Скоро, думаю, на e7 мне будет проще жить в этой позиции Ну, вот, подводят такие промежуточные итоги Очень интересная, конечно, концепция Действительно, получается, за то же самое время вместо одной партии получается в 6 Но, конечно, требует некоторой доработки Ну, и, наверное, честно признаюсь, что я не самый подходящий кандидат Для проведения таких сеансов Просто степень, скажем так, тугодумья Она, конечно, поражает Поражает воображение Так, здесь ничья, здесь поражение Здесь Как бы что произошло Видимо, ничья А, я предложил ничью после f6, да То есть продолжается Вот эта партия, в которой у меня явный перерез Вот эта, в которой позиция интересная И вот эта, в которой явный перерез у моего оппонента Но все-таки у меня есть шанс на ничью Слон е1 Король е1 Да, слон е1 не самое принципиальное продолжение Здесь шансы на ничью резко повышаются Да, у меня две слабости у черных одна, но Ну, как бы этого мало До того, чтобы победить Скорее всего Поведу короля дальше Слон b3 Ну, вот надо выбрать Стоит ли мне делать ничью Наверное, если честно, объективно, да Кон е2 ход Есть Да нет времени разбираться в его последствиях Но сомневаюсь, что они очень для меня хороши Так, d6 Сыграю d6 Там надо было предложить ничью Но эту партию попытаюсь Довести до победы все-таки Наверное, можно сыграть b5 Я ослабляю пешку c, но надо как-то выигрывать Чтобы выиграть, надо создать проходную на Как взял фланги Д7 Так, здесь предложу ничью А, ну, даже зафиксирую ничью Потому что после ла-д3 получается Там многократное повторение позиции У нас остается 2 партии Счет сейчас 1-0 Без учета ничьих в пользу моего оппонента И в этой партии Надо побороться за спасение Но в этой партии Надо просто довести выигранную позицию до победы В принципе, есть хорошие шансы на то, что матч завершится С взаимоприятным исходом 1-1 при 4-х ничьих Ну и должен ответить, что Я могу такой исход считать за редкое просто счастье для себя Потому что явно-явно Мой соперник лучше приспособлен к тому, чтобы проводить вот такие сеансы Я абсолютно бездарно расходовал время По большому счету ничью в матче не заслужил Ну, может быть, она еще и не состоится Здесь у черных есть формальный перерез Но, конечно, думаю, что я удерживаю эту позицию После ладья Б7 Не знаю, ладья 2 надо играть или нет Черные поставят ладья на Б3 Они будут претендовать на некоторый перерез Но Все-таки В крайнем случае, в худшем для меня случае 3 на 4, я поставлю уже 3х4 Получу типичный волнорез И, наверное, в какой-то момент брошу пешку Б Да, лан сможет там По Пытаться меня Помучить в этой позиции Но, наверное, она держится все-таки Ка4 Дя 2, ну, я не уверен, что грамотное решение Может, надо было сразу выставлять пешки как надо Здесь после Ж5 еще Ладья 2, наверное, неправильный ход То есть надо было сыграть Поэтому Может быть, конь Б3 С идеей короля на Д4 Ну, провести на Е5, возможно, на Д4 Конь на Б3 держит единственную слабость Мои позиции пешку С Ну, и при случае Там появляется идея провести Ладья А8 и А3 Ли Б4 и А3 Некоторое подобие А здесь Оборонительные линии построил Мой соперник Но, наверное, этого не хватит Потихоньку сокращается Разрыв по времени Который был колоссальным Ну, я, конечно, здесь не смею предложить ничью Все-таки Черные, конечно Конечно, бьются За победу С полными основаниями Не знаю, наверное Расположение пешек таково Что я могу себе позволить сыграть Король Д2 Так, А5 Ну, тут не дает возможность А4 поставить Конь С2 Сыграем король Е5 Так, на коня Таи Там всегда есть С6 То есть это пока не страшно Ж5 Да, Ж5 Это, наверное, правильное решение С точки зрения борьбы За перевес За победу Может быть, правильнее будет сказать Ну, пешек остается всего 3 У черных Я могу просто взять Конь Е1 Так, конь Е1 означает Что сейчас Белого коня нет полей Они, видимо, после конь Д4 У него никогда и не появятся То есть это выглядит довольно технично Поведу корода К пешкам королевского фланга Так, ну здесь Король H2 Ход Видимо, белые здесь смираются С результатом партии Все-таки Вот я F2 Похоже, побеждает Ну, эта партия странное впечатление оставляет Белые там полностью Вполне Боевую позицию имели Почему-то пошли всеми фигурами назад С другой стороны партия, которую я проиграл Тоже, конечно Крайне странное впечатление оставляет Можно сыграть G3 Так, ладья С1 Наверное, проще всего Защитить на С5 Потихоньку сеанс подходит к завершению Ну, там, конечно То, сколько еще он продлится Зависит от моего оппонента И того, сможет ли он поставить реальные проблемы В той партии, где У меня худший ладейник Скорее всего Х4 Но позиция, наверное, должна разгрузиться Скорее всего Сначала Король G2 Может быть так надежнее на глазок Где B1 Он недвижим Поэтому можно сыграть B4 А, ну просто HG Это равносильно продолжению ничьей Ладья А1 Чек Скорее всего Самое простое Это забрать на B2 Теперь можно Напасть на этого коня Ладья А1 Х1 После этого Пешка идет вперед Ну, хорошо Тут пора, скорее всего, бросать пешку И просто Заводить ладью в тыл После чего Партия должна завершиться Партия тоже близка к своему завершению Если я сейчас Резко не напортачу По идее не должен По идее не должен По идее не должен Чек Ну и судя по всему сеанс К моей величайшей Величайшей удачи Завершается За счетом 3-3 Так, здесь кажется Мой оппонент сдался Но действительно Позиция абсолютно безнадежная То есть Сейчас На данную секунду счет равен И потом я еще пробегусь По всем партиям Тут партия продолжается Ну конечно Наверное я Удержу эту позицию Дро Ну да и здесь Мой оппонент соглашается На ничью Не стал он меня мучить Итого Этот довольно интересный сеанс Завершен со счетом 3-3 Давайте пробежимся по партиям Начнем с победы моего оппонента Очень уверенно Он тут провел дебютную стадию Я явно где-то ошибся Ну Как кандидат на ошибку Можно обозначить ход Вот Возможно ход фркс-1 Наверное стоило сыграть h3 Не понимаю почему не сыграл h3 Сейчас я смотрю на позицию Трезвым взглядом Как можно было не сыграть h3 Остается для меня загадкой Конечно После h3 у белых был бы Полный порядок Вместо этого я сыграл фркс-1 Попал в полосу затруднений Ну и в итоге Мой оппонент здесь Под сейтнот пожертвовал фигурами Я не думаю что эта позиция Для белых настолько Катастрофически плоха Но Все таки у черных Довольно мощная инициатива Он же 4 и хороший удар Здесь у меня была возможность Сыграть фркс-1 И на самом деле Я таки отрезвым взглядом Смотрю на позицию Наверное она держится За белых После фркс-1 Но я уже потерял Способность адекватно Воспринимать реальность Взял фигуры Мой оппонент здесь Очень грамотно Нарастил давление Поставил мне мат Натуральный мат Ну вот партия завершилась После на 9-3 Фркс-1 Зарушает борьбу Здесь Лан содержал Уверенную победу В следующей партии Создавала ничья Получилась новая индика Я попытался здесь Осложнить игру Но в итоге Белые довольно грамотно Странно отсушили Были у меня Иллюзии Что может быть Удастся побороться за перерез Но конечно Мой соперник уверенно Подорвал тут Центральную цепочку Сказалось Недоразвитостью групп черных И я вот нашел Такую разгрузку Кунь е6 После чего Получился ничейный ладейник Эта партия была очень интересная Мне даже жаль Что я настолько Серьезно просел по времени Позиция На выходе с дебюта Мне кажется Обещала черным Шансы на борьбу за перевес Но эти шансы Я довольно таки бездарно Отдал В конце возможно Белые уже Смогли сгенерировать Тут игру на Королевском фланге И наверное При более боевом настрое Бриланс Мог бы продолжать Игру Не знаю Объективная оценка Этой позиции Но то что мне было бы Очень тяжело справиться С 40 секундами Это несомненный факт Здесь получилось Ферзевый гамбит По дебюту Наверное Белые пойти довольно маленький Перевес После этого я сделал Бездарнейший ход слона 2 И После конь b4 Очень гамотного Тактического удара Пришлось бороться за уравнение Мой соперник Не поставил Максимально серьезных проблем И ничей добился Конечно Вместо слона 2 Награть ферзи е2 После ферзи е2 Черный Мне кажется Объективно далеки От полного уравнения Но остается видимо Единственная партия Которую я выиграл Здесь была разыграна Итальянская партия Ничего не получил по дебюту Хотя конечно Про белых можно сказать То же самое И вот здесь начались странности Наверное белые не претендуют На серьезный перевес Но Вот Король h1 Ладе f8 Отход ферзя на е3 В первых Отход ферзя на е3 Вызывает сомнения Мне кажется лучше было отступить На g4 Но после ферзи е3 Ферзи е6 Конь g1 Вход явно не туда После конь g4 Я захватил перерез Нашел вот Такой тактический удар Ладе f2 И все-таки одержал победу В этой партии После еще одного тактического удара Конь c2 Ну и чудом Мне удалось сравнять счет Ну и вот последние партии Интересный был момент Где-то здесь были Обоюдные ошибки На стадии раннего Мительшпиля Я остался без пешки Получил серьезную компенсацию Здесь конечно Объективно мне кажется У белых Очень-очень солидный Перерез Но опять-таки Мой соперник защищался хорошо Я серьезно просил по времени Сделал ужасный ход Фх4 Просто зимнул пешку На а4 На флаге Ну и мой соперник Наверное мог претендовать На победу Но после fg5 Не самое точное решение Объективно fg5 Мне удалось Разменять фигуры Разгрузить позицию И сделать ничью Ну и таким образом Сеанс Продолжался Чуть больше часа Двадцати минут Закончился За счетом 3-3 При Довольно заметном Игровом Перерезе моего оппонента Тем не менее Надеюсь что вам понравилось И Жду от вас Комментариев Предложений На счет того Как можно модернизировать Данный формат Всем спасибо за внимание Для вас играли Биланс 5500 Никита Петров Ну и комментировал Соответственно Также Никита Петров Оставайтесь с нами